Приветствую вас, прежде чем говорить о том, что может означать такое поведение вашего молодого человека, а я бы хотел обратить внимание на то, что вас это волнует, и очевидно, что как-то задевает, ну, совершенно очевидно, что как на вас это напрягает, как на вас это заставляет нервничать, вот, то есть, грубо говоря, есть у вас какие-то чувства, вот, по данному вопросу, вот, и эти чувства, они явно негативные, и первое, что нужно сделать, это восстановить природу этих самых чувств, то есть, ну, казалось бы, да, что такого, ну, там, дела у человека, ну, не хочет он, допустим, взаимодействовать, да, с вами, ну и что, но для вас это неприятно, вам это неприятно, вас это пугает, и мне кажется, что в первую очередь здесь вполне возможно имеет место быть неуверенность в себе, ну, мне так кажется, то есть вы неуверенны в себе можете быть, вы можете бояться того, что мужчина вас там, ну, например, бросит или что-то еще, вот, и если это действительно так, то нужно, конечно же, совсем этим разобраться, вот, то есть необходимо разобраться с тем, почему вас это пугает, и в природу, в природе вашей неуверенности в себе, которая, которая, ну, вот, здесь у вас имеет место быть, да, вот, потому что вы еще пока не женаты, да, с молодым человеком, и соответственно, ну, может быть всякое, да, то есть, то есть, может быть абсолютно и совершенно всякое, вот, надеюсь, что это вы для себя понимаете, Далее, значит, почему мужчина может не разговаривать несколько дней, значит, ну, во-первых, поскольку он младше вас на 6 лет, то, вероятно, он хочет выглядеть, выглядеть для вас, скажем так, ну, по-особому, то есть, он не хочет, чтобы вы думали, что он там слабый, он не хочет, не хочет посвящать вас в свои проблемы, например, если, если у него они, они есть, да, ну, понятно, что проблемы могут быть у каждого, то есть, первое, обратите внимание на образ, который мужчина пытается поддерживать своим поведением, образ скажет вам достаточно много, второе, второе, если мужчина вам, ну, например, не доверяет до конца, да, ну, то есть, просто вот не доверяет, то есть, вы знаете, что есть какие-то закрытые темы, да, на которые вам с ним нельзя разговаривать, вот, то, соответственно, здесь история такая, что мужчина просто не хочет пускать вас, ну, вот, в какую-то часть своей жизни, вот, что, в принципе, может быть, является и неприятным для вас, но, тем не менее, является его выбором, да, то есть, это выбор мужчины и, в принципе, он имеет право это делать, ну, конечно, только лишь с тем условием, да, только лишь с тем условием, что вам, как бы, ничего плохого это не несёт, потому что, ну, понятно, да, что если он вас не посвящает, да, допустим, вас что-то, а делает при этом что-то плохое, то это, соответственно, уже использование вас, и это, в общем и целом, абсолютно неприемлемо, вот. Поэтому здесь, конечно, ситуация вот такая. Наконец, мне кажется, что может быть такая история, что слабый человек не видит вас для себя, ну, в качестве, скажем так, ну, партнёра на все случаи жизни. То есть мужчина может считать, что где-то в чём-то как-то вы его не поймёте, вот. Ну, он может так считать, он может так думать. Это, конечно, неприятно, но тем не менее. Вот такие могут быть причины, по которым мужчина может молчать. Конечно, лучше, если вы раскроете более подробно его индивидуальность, да, то есть, если вы раскроете более подробно его личность, потому что в этом случае будет легче понять, что за человек перед нами и, соответственно, не знаю, что его беспокоит. Вот. Ну, в таком случае. То есть тут, на самом деле, чем больше подробной информации о вас, от вас, точнее, тем лучше. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обязательно поиследуйте свои чувства, обязательно поиследуйте, какие за этим стоят желания ваши. И, соответственно, найдите способ их реализовать. Если не получится, то можно всё это сделать с психологом. Вот. Для того, чтобы меньше зависеть от него, потому что всё-таки люди, вы, разные. разные. Вот. Ну и, я рекомендовал бы вам, в том числе, подумать о том, почему за три года, что вы вместе, вы не стали ни жить вместе, не поженились, с чем это связано. И, так же, неплохо было бы, поиследовать, почему вы выбрали мужчину, наше, наше, младше себя на 6 лет. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.